Всем привет! Сегодня вместе будем открывать посылки. Я буду рассказывать о моих летних горячих новинках в косметичке. Если вам интересно, обязательно оставайтесь со мной, а в конце, как обычно, вас будет ждать конкурс. Первый пакетик у меня от бренда Pupa. Недавно в моем инстаграме я показывала вам супер простой, но очень эффектный макияж глаз. И я спрашивала о ваших любимцах, вы мне все рассказали. И я сама попросила у бренда кое-что на обзор. Чем-то я уже попользовалась и вы были правы. Давайте посмотрим, что здесь. Это, наверное, одно из самых популярных средств бренда Pupa. Если так покопаться в истории моего канала, то я не помню, чтобы я хоть раз упоминала о них. А очень жаль, потому что многие средства меня реально порадовали. И я также помню, что на мою свадьбу я покупала блеск именно Pupa. Я использовала его до конца и я не знаю, чего я ждала раньше. Так что спасибо вам за рекомендацию. Я рада, что у меня целых две пудры. Я попросила в номере 06 и 05, потому что я не могла определиться с цветом. Я то загораю, то становлюсь более бледной. Итак, за что же все так любят эту пудру? Она обалденная, скажу я вам. Вот так коротко, с самого начала. И этим все сказано. Пудра находится в очень красивой упаковке. Здесь есть зеркало и спонж. Пятым оттенком я пока что не пользуюсь. Он довольно нейтральный, не рыжий. Но, как ни странно, сейчас мне подходит именно шестой оттенок. И вот в упаковке он кажется довольно темным. Хотя, на самом деле, на лицо он наносится такой легкой вуалью. И если вы прогадаете там с оттенком, ну, плюс-минус один, да, то я думаю, что на лице особой разницы не будет. И я должна сказать, что это одна из лучших пудр, которые я попробовала в последнее время. Она наносится очень нежно, легкой вуалью. Она красиво подсвечивает лицо. Но здесь нет никаких блесток. Я больше говорю о финише. То есть, она не матирует лицо, но она его сглаживает. И даже если у вас неровно лег тон, набираете чуть больше этой пудры, наносите на лицо и все моментально выравнивается. Она дает легкий оттенок. Если сравнивать ее с моей любимой минеральной пудрой от MAC, то это дает более легкое покрытие. Но финиш на лице настолько же благородный. Вот кожа блестит как шелковая. Как такая вот, знаете, очень ухоженная. Как, не люблю это слово, но как дорогая кожа. Это такой лоск. Это такое очень элегантное свечение. Ее можно наносить такой легкой вуалью поверх любого тонального крема. Она с каждым дружит. И тогда у вас будет чуточку более плотное покрытие. Красивое, я не хочу говорить сияющее лицо. Потому что просто оно выглядит живым. Ее можно наносить такой легкой вуалью на все лицо поверх тонального крема. Для того, чтобы закрепить тональное средство. Но не ждите от нее мотирования. Это просто вот такая фиксация. У вас будет красивый, здоровый финиш. И также, если взять кисть кабуки или спонж, который прилагается к пудре. И просто вот на голое лицо поверх крема. Такими вбивающими движениями. Тогда у вас будет легкое покрытие. И такой же красивый финиш. Я в восторге. И скорее всего, вот этот более темный оттенок я подарю маме. Потому что на возрастной коже она тоже очень-очень красиво смотрится. А универсальный такой 05, который даже сейчас мне подходит, я оставлю себе. Очень классная находка, благодаря вам. Дальше у меня в пакете есть двое румян. Я пошла в магазин, выбрала себе два оттенка. Один розовый, второй персиковый. Давайте начнем с того, которым я накрашена сегодня. И это номерок 300. Это опять же запеченные румяна. Обязательно обратите на него свое внимание. Потому что это свежесть в упаковке. Вот не зря говорят свежая, как персик, да? Это действительно так. Очень приятно наносится. Не слишком плотно. Оттенок такой и непрозрачный. Будет красиво смотреться и на светлой коже, и на более загорелой. Причем, знаете, здесь нет блесток. Просто красивое свечение. И смотря какую кисть вы выберете. Я всегда беру такую мягкую и шлифовываю в кожу. Я буду делать собиралку на свадьбу моего брата. И я буду использовать именно этот оттенок. Потому что он так красиво смотрится на коже. Вы не пожалеете. И второй оттенок, который я выбрала, это номер 302. Он такой розовый. И у нас был тестер какой-то такой замученный. И мне показалось, что он также будет светлым. На самом деле румяна более пигментированная. Здесь также есть зеркальце. И я взяла кисть и так щедро нанесла себе на щеки. Смотрю, а как бы пигментация здесь ого-го. И это красивый такой розовый оттенок с легким-легким золотистым шлейфом. Просто не нужно его так бухать на лицо. То есть, если с вот этими вы явно не переборщите. А вот с номерком 302 я советую обращаться немного нежнее. Но на коже оба выглядят восхитительно. Вы также писали, что у них просто обалденные карандаши для губ. И я попросила прислать самые популярные оттенки. У нас нет тестеров. Я живу в Польше. И я не видела у нас продажи карандашей для губ. Вот что получилось. У меня есть целых 6. Я потом вспомнила, что у многих девочек-блогеров я видела именно четвертый оттенок. Его сразу распаковала и начала пользоваться. Так что сегодня я расскажу только о нем. Это, знаете, такой оттенок всех популярных инстадив. Вот этих таких роскошных девушек. У которых очень легкий макияж на самом деле. Но он подчеркивает их естественную красоту. Не смотрится вульгарно. Я говорю именно об этих девушках. Вот. Им очень-очень красивый цвет. Это не пыльная роза. И не просто серый какой-то оттенок. Это холодный нюд. Да, наверное, к лиловому ему ближе всего. И я очень люблю такие оттенки. У меня много помад в таких цветах. У него очень хорошая пигментация. Он мягкий, он долго держится. Он плавно наносится. И со второй стороны есть спонж, которым можно все немножко растушевать. Вы также можете использовать этот карандаш для того, чтобы полностью закрашивать губы. И создавать эффект матовой помады. Очень классный. И я не устану вас благодарить. Вы плохого мне не посоветуете. Также мне прислали кисть для румяна. Она довольно мягкая. И средство для бровей. Слушайте, если вам интересен такой отдельный обзор, типа как я делала на Evaline, то дайте мне знать. Просто такие ролики воспринимаются очень рекламно. И потом как-то доверие теряется. Я бы этого не хотела. Я делаю это от сердца. Я делюсь с вами своим честным мнением. И в таких обзорах я чаще всего выбираю все самое классное для того, чтобы у вас был такой гид. Вот это мне нравится. А потом в разочарованиях я показываю все остальное. В общем, средства для бровей я пока что не пробовала. И остальные карандаши для губ также. Так что где-то в следующих видео я расскажу вам обо всем остальном. Карандаши для бровей тоненькие, со щеточкой. И еще польские блогеры-визажисты именно очень хвалят их помады для бровей. Я попросила что-то для своего оттенка. И мне прислали два. 0,3 и 0,2. Я сейчас только это все открываю. Это щеточка или кисточка? Посмотрим. Смотрите, здесь в наборе есть такая скошенная кисточка. И помада находится в стеклянной банке. Оттенок 0,2 холодный. Приятный такой серо-коричневый. Влезла пальцем. И 0,3 более темный. Я думаю, что второй должен мне подойти. Бренд Luxe Visage прислали мне свой бронзер. Он у меня в оттенке 1. И давайте начнем с него. Потому что я также заказала кое-что на Makeup.ua. И мама привезла мне мои обновочки. Но это то, что мне подарили. Бронзер очень красивого упаковки. Финиш такой, как я люблю. То есть сияющий, но здесь нет блесток. Я думала, что мы реально подружимся. Но на моем лице как-то странно проявляется такой некрасивый кирпичный цвет. Я не знаю, в чем проблема. Он ко мне приехал тогда, когда мы только вернулись из отпуска. И я была очень загорелой. И я подумала, что окей. Возможно, я стану светлее. И потом попробую еще раз. Раза три я им пользовалась. Он очень пигментированный. И каждый раз у меня кирпичные щеки. Поэтому я не знаю, как так происходит. Что на других девчонках, а даже на очень светлых, он смотрится красиво. На мне почему-то нет. Так что, к сожалению, увы, ах. Мне он просто не подошел. Но это не говорит о том, что это плохое средство. Также на мейкапе я выбрала себе первый, четвертый, шестой оттенок. Все выбирала по сводчим в интернете. И оттенки очень красивые. Это металлические жидкие тени. И я пользовалась только вот этим. Да, наверное, это шестой все-таки. То ли шестой, то ли девятый. Я еще раз посмотрю, что было в моем заказе. Так вот, это красивая бронза. Которая подходит практически, наверное, каждому. Разве что вы не любите темные макияжи. Потому что он далеко не светлый. Тени очень хорошо растушевываются. Они пигментированные. Они такие влажные. Когда наносишь на веко, очень приятно по ощущениям. Они хорошо тушуются. У меня не скатываются. Чего еще хотеть от недорогого средства. Которое, кстати, на глазах вообще не смотрится дешево. Так что я попробую остальные оттенки. Может, какой-то летний макияжик. Потому что собиралка в планах. А что вы скажете по поводу обычного макияжа? Их как-то меньше смотрят. Но я знаю, что есть девочки, которые любят. Возможно, у вас есть какие-то идеи. Что конкретно вы хотите увидеть. Или быстрый макияж, или летний макияж, или бронзовый. Короче говоря, я сделаю то, что хотите вы. Еще одна премьера. Впервые в жизни я получила посылку от Make Up For Ever. Я недавно покупала их скульптор. Я в полнейшем восторге. Самое идеальное средство для бронзирования, для скульптурирования. Оттенок S112. И представители бренда прислали мне вот что. Первое это спрей для макияжа, который можно наносить перед макияжем в качестве базы, во время, чтобы что-то там дотушевать. И после. Для того, чтобы не было вот этого запудренного эффекта на лице. Я очень много рассказывала об этом. Потому что реально я всегда пользуюсь спреями. И также хорошо наносится тень влажным способом, когда мы пользуемся вот такими спреями. Но чаще всего встречаются такие жирные спреи, которые ощущаются на лице, которые дают слишком много увлажнения. Мы также недавно с вами об этом разговаривали. Ну, я с вами разговаривала. Вы меня слушали. И вот этот спрей, он абсолютно не жирный. То есть, он фиксирует макияж. Нет слоя пудры. Вот не видно, что у нас прям слоеный пирог на лице. А наоборот, все так как-то и преображается. Все становится таким более легким, менее заметным на лице. И за это я люблю вот такие штучки. Здесь не самое мелкое распыление, которое я видела. То есть, бывают и помельче, но он не плюется в лицо. Очень приятный свежий аромат. Не ванильный, не какой-то цветочный. Вот такой нейтральный, который, как мне кажется, понравится каждой девушке, каждому клиенту. И, конечно же, я пользуюсь такими спреями, когда я наношу тени. Особенно все пигменты, все сияющие оттенки. Бывают тени, которые, вот знаете, сводчишь и кажется, вау, это так классно будет смотреться на веки. А потом переносишь и думаешь, ну и где? Где это красивое сияние? Где это красивое свечение, которое я видела на сводче? Так вот, очень часто такие тени требуют именно влажного нанесения. И тогда все очень хорошо держится. Ничего не осыпается под глаза. Недавно я снимала собиралку и показывала, как я использую спрей. И для фиксации макияжа, и для теней. Можете посмотреть. Это было во влоге. Так вот, этот спрей именно из профессиональной косметики дает такой же финиш, как я вот недавно опять же говорила вам. То есть он не жирный, он не липкий. Он делает наш макияж таким более естественным. И потом тональное средство после него не проваливаются морщинки. Просто, вот знаете, комфортно все ощущается. Но нет жирного блинчика на лице. И второе, что было в посылке, это палетка Let's Gold. Сегодня она крашена именно этими тенями. Я, к сожалению, не успела заснять процесс, потому что я сомневалась, смогу я сегодня уже снимать видео или нет. Как видите, все в порядке. Я чуть позже расскажу, что там с моим здоровьем. Но все идет на поправку, слава богу. И лечение не такое страшное, как меня напугали. Вернемся к палетке. Упаковка очень удобная. Она не слишком тяжелая. Визажисты это ценят. И здесь качественное зеркало большое, в котором будет все видно. И гамма. Что касается гамма. Конечно же, по большей части она теплая. Если вы любите рожеватые, золотисто-бронзовые оттенки, это однозначно ваше. Здесь есть как базовые матовые оттенки, самые нужные. То есть бежевый, светлый, темно-коричневый. И вот этот, который я сегодня добавила в складку, он, конечно же, немножко рыжеватый. То есть, учитывайте, это нравится или нет, это уже дело вкуса. Кто-то предпочитает только холодную гамму, кто-то только теплую. Но есть еще один небольшой момент. Здесь вот очень красивый оттенок. Такой лиловый, опять же. И более темный, рыжий, тоже матовый оттенок. Все остальные здесь шиммерные. И мне кажется, что они как раз лучше всего наносятся именно влажным способом. И кроме таких вот, знаете, нейтральных оттенков, которых, наверное, уже у всех достаточно, в этой палетке есть и матовый, светлый, зеленый, и также шиммерные. Два. Посветлее и потемнее. Очень красивое розовое золото. Более розовое, наверное, чем именно золотое. Но сегодня я смешала вот эти вот два оттенка. То есть, более розовый и именно классический золотой. И вот этот крайний тоже очень симпатично смотрится. Я должна сказать, что с этой палеткой у меня всегда получаются именно яркие, такие красочные, более интенсивные макияжи. То есть, нюд, как таковой, практически незаметный, у меня с этой палеткой не выходит. То есть, если у вас достаточно таких скучных немного нейтральных оттенков, то стоит присмотреться, потому что это такое, знаете, классическое, хорошее качество теней. Тени не осыпаются, они хорошо передаются, они не тушуются в грязь. То есть, макияж всегда получается таким правильным, чистым, красивым и ярким, нарядным. Вот такое у меня мнение. Я не пользовалась вот этим таким лимонным. Есть еще красивые бронзовые оттенки. То есть, можно выполнять и что-то такое посветлее и потемнее на вечер, например. Или если вы любите смолки айс в дневном макияже, то, конечно же, да. Но, опять же, повторюсь, что это именно теплая подборка оттенков с вкраплением, я сказала это, зеленого цвета. То есть, у нас есть что-то для разнообразия. Еще добавлю, что тени стойкие. Я наносила их на абсолютно голое веко, и они хорошо держались. Но сегодня, к примеру, я пользовалась вот такой абсолютно бюджетной базой. Я покупала ее на iHerb. Это бренд Etude House. Наверное, она очень приятная, такая силиконовая. Она не дает оттенка, но она не сушит веки. И на ней все тени очень хорошо держатся. Так что, еще и такая бюджетная находка в этом видео. Марка Nars, как всегда, порадовала меня своими новинками. Эту палетку вы уже видели в действии. Я собиралась с ней на свадьбу, и вы очень хвалили мой макияж. Я считаю, что у них очень качественные тени. И вообще, вся продукция, вот что бы я ни пробовала, мне заходит, как говорится. И еще раз только ее покажу. По-моему, она все еще есть в продаже. Я постараюсь найти ее. В нашей сифории она все еще лежит. Ее можно спокойно приобрести. Тени очень классные, пигментированные. Могу оставить вам ссылку. Посмотрите, как я красилась и что у меня из этого получилось. Это просто обалденные тени. И такая нейтральная цветовая гамма, которая подходит любому цвету, оттенку глаз и кожи. В общем, самая такая универсальная. Но при этом вы можете делать и базовые, и более нарядные макияжи, как, например, я в прошлый раз. Также здесь есть вот такая палетка. По-моему, ее уже нет в продаже. Если вы где-то ее увидите, а если вы еще и визажист, то вам такое точно надо, потому что это очень интересная текстура румян и контурирующих средств. Почему я так говорю? Потому что я пользуюсь этими кремовыми пудрами. Звучит странно и немножко сумасшедше, но это реально так. Я и контурирую этими средствами лицо, и придаю румянец, иногда наношу на веки. Что это такое и почему это так выглядит? Все потому, что я беру кисть и чаще всего вот так вот смешиваю сразу несколько цветов. Здесь у нас есть бронзирующий оттенок, который может послужить в качестве румян, если вы очень темненькая девушка. Все оттенки такие не то чтобы полупрозрачные, у них просто вот такая правильная пигментация, когда ты наносишь и сразу идеально. Вот тебе, если хочется добавить, только ты решаешь. Марафушенька, душенька не получится. Вот этот сияющий оттенок, который я наношу в качестве хайлайтера, он конечно немножко с блестками. Но если его втирать именно, то блестки как бы растворяются в коже. Тоже звучит так странно, но вот так именно происходит. И просто такой красивый блеск на щечках. Я наношу и на виски везде, я люблю сияние, потому что у меня сухая кожа. Даже сейчас она реально сухая. Так вот, пудры по консистенции не совсем пудровые, они как бы полукремовые. И очень-очень красивые такие коммерческие оттенки, универсальные опять же. Вот Нарс создает такие лимитки, которые невозможно пропустить. Вот что бы у меня не появлялось, это всегда вот в яблочко. И эти средства остаются, я их так берегу, как ненормальное, чтобы они не дай бог не закончились. Очень классные. И я надеюсь, что это еще можно купить. В посылке также были вот такие наборы для губ. Их у меня три. И один я хотела бы разыграть. На самом деле самый красивый. И у меня есть, если не такой же, то очень похожий оттенок глайда для губ. В каждом наборе есть вот такая матовая помада в виде карандаша. То есть удобно можно и как бы нарисовать контур и полностью закрасить губы. И оттенок, ну просто вот знаете, как у меня Roseland. То есть слегка лиловый, розовый, но на губах смотрится фантастически. И вот если это матовый финиш, они неплохо держатся. То есть это не супер стойкость, но зато у нас есть комфорт. И хорошие оттенки. Вот эти называются секс-машина, но он очень похож на то, что у меня есть. И вообще вы знаете меня, что это прям вот мой-мой цвет. И это будет в подарок вам. Два вот этих вот, да. Еще кое-что добавлю, в конце узнаете все. И это глайд. Что такое глайд? Это как лаковая помада, но она стойкая, она ухаживает. Она очень долго держится на губах. И вот это, конечно, просто уникальное средство марки NARS. И благодаря вот таким рассылкам я тоже познакомилась с ними. И теперь делюсь с вами своими находками. Я знаю, что девочки покупали. Мой самый любимый оттенок это Roseland. И также здесь были другие цвета, более яркие. Но мне захотелось именно поделиться с вами тем, хотя бы очень-очень похожим, напоминающим то, что есть у меня, чем я реально постоянно пользуюсь. Сейчас я даже не найду ее, потому что она явно лежит в какой-то из сумочек. Очень красивый оттенок, то есть очередной набор и более яркий. Тоже глайд и матовая помада в виде карандаша. Очень насыщенные оттенки. И вот эти глайды, они вообще не растекаются. Это любовь. Бренд Bourjois порадовали меня огромным количеством помад. Они короли средств для губ. У них вот столько всего классного с разными финишами, с разными текстурами. И вот, что бы мне ни дарили, что бы я ни покупала, я всегда очень довольна. И сейчас на мне помада, которой я пользовалась еще в отпуске, которая ездила со мной везде, оттенок 03. Это линейка, господи, этот французский. Я никогда его не учила. Rouge, простите, я напишу на фабоксе, как это читается, потому что мне не прислали транскрипцию. И, вы знаете, это такая кремовая помада. Вот она легчайшая на губах. Оттенок бомбический. То есть он и освежает, он в меру яркий. И она такая замученная у меня уже. То есть я использовала где-то одну треть. И я с ней так нежно не обращаюсь, всегда не глядя в зеркало, даже наношу. Она очень стойкая, она супер комфортная. Она мега пигментированная. И я могу только хвалить эти помады. И оттенки у них всегда, знаете, на любой вкус и цвет. Если у меня третий в любимцах, и вот сейчас давайте посмотрим остальные. Вот этот очень красивый осенний. Я думала его подарить, но, наверное, я оставлю его в подборке на осень. Потому что я также буду готовить для вас ролик с мастхевами на осень. А так как мне нравится текстура, она не сушит губы. Она не сушит губы. Это оттеночек 04. Есть вот такой смелый 15. И давайте я также поделюсь с вами каким-то 07. Нежный. О, вот сейчас на лето, мне кажется, она абсолютно новенькая. Красивый такой розово-коралловый. Пусть он также отправится в наборчик для вас. Кто-то получит, тоже будет радоваться. Есть абсолютно нюдовые. Я не знаю, почему я... А, я была очень загорелой, но я его сводчила. 02. Просто обалденный. Это такая пудра, нежнейшая. Красивый розовый нюд. Еще мне нравится 06. Что-то в стиле того, что сейчас у меня на губах. Но она какая-то вот поярче, что ли, чем у меня. Просто шикарные помады, которые по качеству наравне с люксом. Не уступают ничем. Очень прочная, красивая упаковка. И эффект на губах, и то, как они носятся. Ну, вообще, ими просто приятно пользоваться. Однозначно присмотритесь к тем цветам, которые я назвала. А я дальше буду, опять же, пробовать. Пока у меня не сотрутся губы в кровь. Потому что всего очень много. Но вот на данный момент третий оттенок мне очень сильно полюбился. Шууэмура, видимо, услышали, что у меня нет ни одного гидрофильного масла. И решили меня задарить. Я делюсь с вами. Вот это гидрофильное масло у меня было. Все они хороши. Я не могу сказать, что одно какое-то вообще никакое, второе чем-то лучше. Они все очень хорошо смывают макияж. Они не пересушивают кожу. И я как-то не эконом на их расходу. Потому что я всегда беру больше, чем нужно. Вот если вы купите, то одного нажатия вполне достаточно. Но я всегда как разгонюсь. И потом жалуюсь на то, что у меня большой расход. Вот это отправляется в подарочек вам. Такого фиолетового у меня ни разу не было. Я очень люблю зеленое. И попробовала вот такое розовенькое. Я не читала, чем они все отличаются. Но скажу так, что это самое легкое по ощущениям гидрофильное масло из всех, которые были у меня от Шуэ Мура. Оно вот как водичка буквально. То есть оно не жирное на лице. Оно также хорошо растворяет макияж. И написано, что оно очищает и поры. И по-моему, должно их сужать. Ну, в общем, я говорю от себя, что средство рабочее. Оно классно очищает... Ощущается на лице тоже классно. Оно очень хорошо удаляет макияж. И нет никакой жирной пленки, пелены на лице. На лице и на глазах. И для меня это просто лучшее средство именно из люксового сегмента, что касается гидрофильных масел. Но у бренда Шуэ Мура также есть декоративная косметика. Я многое пробовала. У меня даже есть отдельный обзор на этот бренд. И у них очень классная подводка. Это то, что я не вспоминала тогда. Но то, что есть в моей коллекции, я иногда ею пользуюсь. Но я стрелки рисую не слишком часто. Поэтому, по-моему, даже я как-то не упоминала. Но она действительно качественная, супер черная, супер стойкая. Ее хвалят и все визажисты, и просто любители косметики из стрелок. И в этот раз я как-то сосредоточилась именно на средство для бровей. То, что я использовала, опять же, в собиралке, это вот такие тени. В номерке, в номерке. Вот это очень интересно, потому что я ничего не вижу. Но я подозреваю, что это светлая палитра. Потому что я такую именно просила. Здесь классное зеркало, опять же. Видно весь макияж. То есть при помощи вот такой палетки можно полностью накраситься. В путешествиях это очень важно. Есть мини-кисть и мини-спонж. Но я ими не пользовалась. Так как я была дома, то все это наносила своими привычными кисточками. Очень классные тени для бровей. Они супер пигментированные. Они закрашивают все дырочки. Они очень стойкие. Они растушевываются и делают брови довольно яркими. Я сейчас загорела. И мне нравится, когда у меня четко очерчены брови. Вот именно сейчас. Так что сегодня я оформила брови именно этими тенями. И я не выбирала бы их на торжество. Да, если бы они мне не нравились. И средство было бы так себе. Также у меня есть карандаш. Вообще два. Вот такой автоматический карандаш. То есть он выдвигается. И я не знаю почему, но вот такого плана карандашами, именно плоскими, я пользуюсь гораздо реже. На это нет какой-то причины. Удобно, неудобно. Ну, просто знаете, такими штрихами рисуешь брови, на самом деле, как бы удобнее. Но почему я всегда выбираю там тени или что-то другое, у меня объяснений нет. Оттенок очень классный для блондиночек. Это вот с таким оливковым подтоном. Он на восковой основе, но он не залипает в бровях. Он прокрашивает их настолько натурально и очень удобно. Вот знаете, сейчас вспомнила. Просто я как-то тенями чаще пользовалась, что вот именно у основания брови очень удобно все прочертить. И брови получаются аккуратными. То есть нет какой-то размазни. И тени вот эти, они не пылят. Но как-то вот знаете, я даже ничего не слышала средства для бровей от Шулу и Мура. А оказывается, что у них просто супер качественные. И что это я сделала? Подождите, что-то пошло не так. Со второй стороны хотела показать вам щеточку. То есть очень удобно, что она здесь есть. И второй карандаш. Я не уверена, что он каждому будет понятен и каждый с ним справится. Но он у меня есть в светлом оттенке. Как видите, я не очень часто им пользуюсь. Тоже не знаю. Я о нем просто забыла. Короче говоря, это самые популярные карандаши для бровей у этого бренда. Это любимец визажистов. И это формула, которая называется Heart. То есть они очень жесткие. Но их нужно правильно заточить. Вообще на сайте Шулу и Мура есть специальная инструкция. Они должны выглядеть как такая сабля. То есть их специально нужно оставлять именно грифель. Нужно оставлять длинненьким и плоским. И эти карандаши рисуют самые естественные брови. Оттенок, который хорошо подойдет именно блондинкам, это девятый. Он у меня уже давно. Я попросила более холодный. А он оказался серым. Так вот, если у вас именно серые брови, то девятый именно для вас. Потому что это такой, знаете, холодный оттенок коричневого, но не седой серый. И если вы купите этот карандаш и попробуете сделать свой, то, что вы себе поцарапаете руку, но оттенка так и не увидите. Его нужно правильно заточить. Посмотрите инструкцию. И тогда все пойдет как по массу. И эти карандаши очень стойкие. И я как-то на ютюбе видела обзор именно визажиста. Она говорит, что многие покупают, не знают, как пользоваться. Так вот, есть инструкция. И тогда вы не пожалеете. Этих карандашей хватает просто на миллион лет. И последнее. То, что у меня есть от Шууэ Мура для бровей. Это средство, которое называется маникюр для бровей. И у меня есть одна такая претензия. Как пользоваться такой щеточкой девочкам с такими бровями, как у меня. Это сейчас я их накрасила. И когда я их не подкрашиваю краской, то все как бы печально. То есть у меня бровей там волосков не так много, у меня не широкие брови. И мне нужно реально очень аккуратно их прокрашивать для того, чтобы не испачкать все вокруг. Но даже когда я спешу, что я делаю? Я наношу гель оттеночный. И упаковке он кажется таким более прозрачным. А когда наносишь на брови, он становится темнее. Поэтому дайте ему подсохнуть. Он очень классно фиксирует брови. Я обильно так прокрашиваю брови, делаю пушистики. Дальше беру ватную палочку, смоченную в мицеллярной воде и убираю остатки. И это средство просто идеально для такого быстрого макияжа бровей. Для такой маникюрной работы. Вот точка над и. Иногда я брала вот этот карандаш. И действительно люблю эти средства. Они классные. Чуть-чуть что-то там прокрашивала, дорисовывала волоски. И объем придавала при помощи вот этого средства. Я хотела бы попробовать еще прозрачный. Потому что у него очень хорошая фиксация. Но блин, не у всех же такие густые брови. Вот это, конечно, минус. Ее щеточку можно вот так повернуть. И со второй стороны более аккуратная. Не такая круглая. Но мне хотелось бы, чтобы щеточка была такой вот маленькой. Не слишком пушистой. Потому что моих бровей для этого не хватает. Look Fantastic не перестают радовать меня своими лимитированными изданиями. Какими-то коробочками. Наполнение у них всегда очень классное. И я стараюсь показывать вам то, что мне присылают. Но чаще всего там столько ухода, что я не успеваю все протестировать. Я скажу честно. И давайте посмотрим, что внутри. Я-то знаю. И кое-чем уже пользовалась. Сейчас не могу открыть. Здесь так все. Посмотрите, как это все открывается. Коробка очень тяжелая. Первое, чем я уже пользовалась, это бальзам для демакияжа от бренда Emma Hardy. Настолько дорогое средство, что мне даже как-то неловко его хвалить. Оно стоит этих денег. Здесь хороший состав. И нам положили, мне положили бальзам для демакияжа. И еще вот такую специальную тряпочку, которой все это снимается. Как им пользоваться? Мы берем небольшое количество. Небольшое количество. Я прям серьезно это говорю, потому что сначала я взяла вот так побольше, думаю, сейчас растворю свой макияж. А нужно граммулечку. Средство имеет очень приятный аромат. И здесь в составе есть масло маринга. Наверное, так правильно ставится ударение. И такой легкий-легкий аромат чего-то растительного. Консистенция интересная. То есть это как маслянистый бальзам с вкраплениями каких-то гранул. Они не особо растворяются, или я недостаточно долго массировала. Но ощущения такие приятные. Очень классно растворяет косметику. И что мы делаем потом? Смачиваем вот эту тряпочку. Полотенечко, наверное, так правильно. В теплой воде. И можно снимать этой стороной. Тогда будет эффект легкого отшелушивания. Или вот эта очень мягкая. Она классно отстирывается. Видите, она абсолютно не грязная. Хотя я постирала ее при помощи обычного мыла. И снимаем всю косметику. После использования этого масла кожа уже увлажненная. То есть это не жирное масло, которое вот как парафин остается на лице. Нет, это реально уход. Чувствуется увлажнение. И я рада, что наконец-то попробовала этот бренд. Он мне несколько раз попадался в миниатюрках. И я как-то так попробую потом. Попробую потом. И почему-то как-то не доходили руки. А тут думаю, ну нет, уже есть большая банка. Оля-то обязана. Также я попробовала вот этот гель под глаза от марки Денис Гросс. Я не знаю, это полный объем. Здесь 15 мл. Во всяком случае, это много. Это, как знаете, полноценный крем под глаза. И он дает просто хорошее увлажнение. Ну как хорошее? Наверное, легкое увлажнение. Я люблю что-то поплотнее. Я все-таки девочка в возрасте 31. И у меня сухая кожа. То есть я не могу себе позволить что-то легенькое там, тинь-тинь-тинь, и пошла спать. Мне нужно конкретное восстановление. Я не говорю, что мне нужно бороться с морщинами вокруг глаз. Нет. Но я люблю чувствовать, когда кожа хорошо увлажнена, когда комфортно под консилером, когда она уже ничего не требует. Мне показалось, что это что-то очень легкое. Возможно, на лето. И это просто, знаете, гиалуроновый осветляющий крем под глаза. Может, нужно дольше попользоваться. Так как в случае с кремом от Айзенберг, сначала я сказала, что как-то так, еще и за такую цену. А потом распробовала и поняла, что, блин, это крем еще и со спецэффектами. Поэтому я не говорю, нет. Я только начала им пользоваться. Но консистенция легкая, гелевая. Дорогой бренд Ила Маска. У нас здесь румяна. В таком универсальном оттенке. И написано, что он подходит всем и каждому. Это кремовая румяна. Сейчас лето. У меня румян достаточно, поэтому я делюсь с вами. Оттенок мне очень нравится. Он нейтральный. И я уверена, что каждый из вас он подойдет. И здесь в коробке также был спрей для сна. Он с натуральными эфирными маслами. Здесь и масло лаванды. И много всяких таких расслабляющих компонентов. У меня есть и полноразмерная версия. Такая миниатюрка. Так что среднюю я отдаю вам. Приятных вам сновидений. И еще здесь такой универсальный ночной улажнитель от бренда Полос Чойс. И теперь у меня к вам вопрос. На осень я буду готовить ролик о ретиноле и также о средствах. Некоторые из них я уже хорошо знаю. Готова советовать. Но посоветуйте вы мне, чем вы пользовались. Что стоит попробовать. Я слышала, что у Полос Чойс есть какой-то обалденный ретинол. Но по-моему он там в какой-то очень большой концентрации. Если есть что-то полегче, то пожалуйста поделитесь со мной вашим мнением. Я обязательно прислушиваюсь. Это универсальный увлажнитель. И да, я оставлю его. Это то, что у меня также есть. Еще и в полном размере. Так что отправляются вам на подарок. Это масло от бренда Эспа. Тоже дорогущий бренд. И здесь именно натуральный состав. Всегда масло и вообще уход от этого бренда пахнет чем-то натуральным. И так как здесь присутствуют эфирные масла, то запах интенсивный. Но он не отталкивающий. Просто если вы соберетесь покупать этот уход, чтобы вы знали. И масло в преддверии осени, зимы. Как бы странно это не звучало в середине июля. Осень не за горами. Я уже думаю об этом. Так что поделюсь с вами. Потому что у меня есть где-то две миниатюры. И вот такое же полноразмерное универсальное масло для каждого типа кожи. И последнее, что я хотела бы открыть и уже начать пользоваться. Это сыворотка от марки Биотерм. Я выбрала ее, потому что сейчас расскажу. Во-первых, она в такой интересной коробке ко мне пришла. И она ждала своего часа, чтобы показать вам всю эту красоту. Это даже не сыворотка, а эликсир с планктоном. Он так и называется. Life Plankton. Здесь кроме планктона есть еще и гиалуроновая кислота. Он обещает восстанавливать нашу кожу, хорошо увлажнять. Опять же, оказывать антивозрастное действие. Нелипкая текстура. Такая чуть-чуть гелевая. Слегка заметный аромат, который ощущается только при нанесении. А потом улетучивается, не мешает. Она не утяжеляет кожу. И написано также, что результат мы увидим спустя 8 дней применения. Я буду пользоваться и утром, и вечером. Посмотрим, что из этого получится. И также нам говорят, что это, постоянно хочу сказать, сыворотка. Этот эликсир обладает накопительным действием. То есть, чем дольше пользуемся, тем красивее, здоровее наша кожа, свежее. Тем более, она такая обновленная, увлажненная. Обещаний очень много. Мне интересно, это один из таких самых значимых запусков за последнее время от марки Biotherm. Так что я начинаю пользоваться. И потом, если мне понравится, вы обязательно услышите об этом средстве. Но если нет, то тоже придется это озвучить. На этом мы будем прощаться. Вы знаете, что можно выиграть. Условия, как всегда, самые простые. Обязательно участвуйте в конкурсе. Что касается моего здоровья, то да, я начала лечение. Все не так страшно. Я проконсультировалась у другого доктора. Она сказала, что мне назначили правильные препараты. Просто мне попался очень странный специалист, который меня сильно запугал. Я жду результатов анализов до 18 числа. И дальше у меня очередная консультация. Будем корректировать лечение, если я в этом буду нуждаться. Я уже заметила, что все ранки, которые я пораздирала, они, конечно, еще проблемные. Но, во всяком случае, это все не разносится. И у меня не выпадают волосы. Да, меня реально так нашугали. Я не хотела вам о всех красках рассказывать. Но меня очень сильно напугали, что мне грозит, если не полное облысение, то частичное так точно. Она сказала, что у тебя уже там выпали волосы. Ну, в общем, я не знаю, какая-то очень странная дерматолог мне попалась. И она, конечно, вынуждена была меня предупредить о возможных каких-то побочках от лекарств. Но я ничего такого не наблюдаю. И я уже вторую ночь, наконец-то, сплю. И вот сегодня я замечаю, что зуда как такового нет. Ну, бывают какие-то высыпания то тут, то там, которые то появляются, то исчезают. А кроме этого, слава богу, все нормально. Так что спасибо за вашу поддержку, за все ваши сообщения, личные письма и в директ, в инстаграме. Я искренне благодарна. Я рада, что у меня есть вы. Что вы всегда поддержите, посочувствуете, пожалеете и подскажете. Это очень ценно. Потому что многие через это проходили. У кого-то полегче. Я надеюсь, что у меня именно это. У кого-то очень сложное заболевание кожное. Но пока что, как видите, я с шевелюрой. И чувствую себя нормально. И сплю. Потому что раньше жить с этим было невозможно, конечно. И я не чувствую себя плохо, так чтобы, знаете, подозревать, что что-то с моей иммунной системой не так. Но бывает вот такое невезение, когда что-то цепляешь и не знаешь, откуда это пришло. И как теперь с этим бороться. Так что хвост пистолетом. Я верю в то, что будет все нормально. Все. Всех целую и обнимаю. Желаю вам удачи в конкурсе. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.